Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжение из поучений Святого Иоанна Златоустова на послание к римлянам. Скажи мне, если бы кто-нибудь тебя, достигшего старости и живущего в бедности, обещался вдруг сделать молодым, привести в цветущий возраст, устроить крепким и красивым больше всех, дать тебе царскую власть на целую землю на тысячу лет и царствование твое оградить совершеннейшим миром, то чего не согласился бы ты сделать и вытерпеть за такое обещание. Но вот Христос обещает не это, но гораздо более важное. Ведь не так велико различие между старостью и молодостью, как между тлением и нетлением. И не так велика разность между царством и нищетою, как между славой будущую и настоящую. Между которыми такое же различие, какое между сновидением и действительностью. Но я и этим еще ничего не объяснил. Да и вообще нет слов изобразить великость различия между будущим и настоящим, так как по причине времени умом совсем невозможно постигнуть всего различия. В самом деле, как сравнить с настоящим жизнь, не имеющую конца? А мир будущей жизни столько же отличен от мира настоящей жизни, сколько мир от войны. Не тление столько же превосходнее тление, сколько чистая жемчужина, лучше куска грязи. А лучше, чтобы не сказал кто-нибудь, нисколько не изобразить вполне этой разности. Если красоту будущих тел я сравню со светом солнечного луча или самую яркую молнию, то не скажу еще ничего достойного той блистательности. Каких же земных сокровищ, каких тел или лучше каких душ не должно презреть ради будущего? Если кто-нибудь теперь ввел тебя в царский дворец, доставил тебе возможность говорить с царем в присутствии всех, даже находиться с ним и вкушать с одного стола пищу, то ты, конечно, признал бы себя счастливее всех. А намереваясь зайти на небо, предстать самому царю вселенной, соревновать в блистательности с ангелами, наслаждаться той неизреченную славою, ты еще колеблешься. Нужно ли тебе презирать деньги, тогда как хотя бы предстало тебе лишиться и самой жизни? Тебе следовало бы ликовать, радоваться, окрыляться восторгом. Для получения должности начальника, который доставляет тебе поводы к воровству, я не могу назвать это честным прибытком, ты отдаешь все, что имеешь, одолжаешься у других, а если нужно, не пожалеешь заложить жену и детей, а когда тебе предстоит небесное царство, такая власть, в которой не будешь иметь преемника, когда сам Бог вверяет тебе в управление не уголок земли, но целое небо, ты медлишь и отказываешься, жалеешь денег и не понимаешь, что если видимая нами сторона неба так прекрасна и привлекательна, то сколько превосходнейшая, высшая его часть, и небо небес. Но так как телесными очами пока невозможно увидеть этого, то вознесись умом и, ставши выше видимого неба, возри на то небо, которое выше этого, на бесконечную высоту, на свет, вселяющий ужас, на сон ангелов, на бесчисленные лики архангелов и на прочие бестелесные силы, и потом, спустившись с этой высоты, возьми нашу картину и представь то, что вокруг нашего царя, как то мужей в одеждах, вышитых золотом, пары белых мулов с золотыми украшениями, колесницы с дорогими камнями, белоснежные ковры, бляхи, зыблющиеся на колесницах, драконов, изображенных на шелковых одеждах, щиты с золотыми выпуклостями на середине, ремни от них, испещренные по направлению к окружности множеством камней, коней, убранных в золото, и золотые узды. Но как только мы увидим самого царя, то перестанем смотреть на все это. Он один обращает на себя наше внимание. Его парфира, диадема, седалище, пояс, обувь и необыкновенный блеск внешнего вида. В точности объедини все это, опять возведи от этого свой ум горе. К тому страшному дню, в который явится Христос, тогда увидишь ни пары мулов, ни золотые колесницы, ни драконов и щиты, но то, что полно великого ужаса и производит такое поражающее впечатление, что и сами бесплотные силы приходят в изумление, как сказано, силы небесные поколеблются. Тогда все небо откроется, отворятся врата небесного свода, снизойдет единородный Сын Божий в сопровождении не двенадцати или ста человек, но в сопровождении тысячи и тем ангелов, архангелов, херувимов, серафимов и прочих сил. Все исполнится ужаса и трепета. Земля рассядется, и сколько ни было на свете людей от Адама и до того дня все восстанут из земли, все будут восхищены, а Христос явится в такой славе, что и луна, и солнце, и всякий свет скроются при этом блеске. Какое слово изобразит это блаженство, тот блеск и славу? Бедная душа моя! Мне и теперь приходится плакать, и тяжело воздыхать при мысли, каких мы лишились благ, какого отчуждены блаженства, именно отчуждены, я и о себе говорю тоже, если не совершим чего-либо великого и удивительного. Пусть никто не говорит мне здесь о гиене, так как лишиться столь великой славы мучительнее всякой гиены, а быть отчуждено от этого жребия хуже бесчисленных наказаний. Но, однако, мы еще стремимся к настоящему и не помышляем о кознях дьявола, которые за малое отнимают у нас большее, дает нам грязь, чтобы похитить золото. Или, правильнее сказать, небо показывает тень, чтобы отогнать нас от истины, и обольщает сновидениями, таково и есть настоящее богатство, чтобы при наступлении того дня мы оказались беднее всех. Итак, размыслив об этом, станем пока не поздно избегать обмана и стремиться к будущему. Ведь нельзя сказать, что мы не знали о кроковременности настоящей жизни, когда дела ежедневно громче трубы возглашают о настоящей малоценности, смехе, позоре, опасностях и гибели. Какое извинение будем мы иметь, как скоро с великую ревностью гоняемся за тем, что соединено с опасностями и стыдом, как скоро убегаем того, что безопасно и доставляет нам славу и блеск, как скоро предаемся в полную власть сребролюбия. Рабство богатство тяжелее всякого мучения, о чем хорошо знают все те, которые удостоились освободиться от него. Потому чтобы вам узнать эту прекрасную свободу, разорвите узы, бегите от сетей, пусть у вас в доме хранится не золото, но то, что дороже бесчисленных богатств, милостыня и человеколюбия. Это дает нам дерзновение пред Богом, а золото покрывает нас великим стыдом и много содействует дьяволу влиять на нас. Но зачем же ты вооружаешь своего врага и делаешь его более сильным? Вооружи против него свою десницу, всю красоту собери в свою душу, все богатство свое сложи в уме, пусть небо, а не кивот, и дом хранит твое золото, а мы обличемся во все свое, потому что мы сами гораздо лучше стен и важнее основания дома. К чему нам, забывшись о самих себе, все свое попечение обращать на то, чего, уходя отсюда, нельзя взять с собою, а часто нельзя удержать и оставаясь в здешней жизни, тогда как представляется возможным возможность обогатиться так, что не только здесь, но и там, окажемся, всех достаточнее. Кто носит в душе и поля, и дома, и золото, тот, куда бы ни явился, приходит со всем этим богатством. Но как спросишь, это возможно? Возможно, с большим удобством. Если ты руками нищих перенесешь это на небо, то все сложишь в свою душу. Так что хотя бы и смерть пришла к тебе, никто не отнимет у тебя этого, но ты и в будущую жизнь переселишься с богатством. Таким сокровищем владела Тавифа, которую прославили ни дом, ни стены, ни камни, ни колонны, но прикрытые ею тела вдовиц, пролитые слезы, убежавшая от нее смерть и возвратившая жизнь. Станем и мы приготовлять себе такие хранилища. Станем и мы строить себе такие домы. В этом мы будем иметь сотрудникам Бога и сами будем его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие. Ты же тех, которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил погибнуть от голода и других нечастей, врачуя и исправляя их всеми верами, поддерживая храм Божий. Что со стороны пользы и славы может сравниться с этим? Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал тебе Бог, повелев снабжать нищих, то размышль ли сам собой о следующем? Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить обрушивающееся небо, то не признал ли бы ты этого честью гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебе еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что для Него дороже самих небес. А пред лицом Бога ничто видимое не может сравниться с человеком. Для человека Он сотворил и небо, и землю, и море. В нем Он желает обитать больше, чем на небе. Но мы хотя и знаем это, однако же немало не имеем стараний и заботы о Божьих храмах. Но оставив их в небрежении, строим для себя великолепные огромные дома. За это мы и лишаемся всех благ, делаемся беднее всякого нищего, потому что украшаем те дома, которых, переселяясь отсюда, мы не можем взять с собой, и не родим о тех, которые можно перенести вместе с собой и туда. Ведь истлевшие тела нищих без сомнения воскреснут. И тогда Бог, заповедавший любить нищих, собравший их, похвалит тех, которые заботились о них, и подивиться тому, что они всякими способами старались поддерживать их жизнь, которая готова была угаснуть то от голода, то от ноготы и холода. А мы, когда принадлежат нам столь великие похвалы, все еще медлим, и не хотим принять на себя этого прекрасного попечения. Хотя Христос не имеет для себя пристанища, но ходит странен, наг и голоден, однако же ты без нужды и пользы строишь загородные дома, бани, галереи, множество чертогов. Христу же не даешь и малого крова. А украшаешь верхние части дома для ворон и коршунов. Что может быть хуже такого легкомыслия, что ужаснее этого безумия? Это действительно признак крайнего безумия, а лучше сказать нечто такое, что и нельзя выразить достойным образом. Но однако, если пожелаешь, то, конечно, возможно вылечиться от этой, хотя и тяжкой болезни. И не только можно, но даже легко. И не только легко, но гораздо легче освободиться от этой опасности, нежели от телесных страданий, насколько и врач лучше. Итак, станем привлекать его к себе, станем просить прикоснуться к нам и приложим со своей стороны все потребное. Я разумею, желание и готовность. Он ничего другого не потребует, но как скоро примет от нас только это, принесет со своей стороны все остальное. Принесем же ему все, что можем, чтобы и здесь наслаждаться совершеннейшим здоровьем и получить будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok